Сегодня я хотел бы рассказать вам немного о японском сорте black bit или еще называют его черная свекла или черный удар. Сажу я ссаженец этого сорта, у меня были некоторые сомнения, а как поведет этот сорт в нашем регионе. Ведь даже среднеазиатские сорта у нас довольно неуютно себя чувствуют и мало этих сортов растет в нашем регионе. Ссаженец посажен в прошлом году. Я считаю, что у нас ему понравилось, растет он прекрасно. Что я могу сказать о его свойствах, которые я узнал на протяжении года. Ссаженец посажен в прошлом году. В этом году уже есть первое удоношение. Это сорт не новый и в Украине и в России есть некоторые описания этого сорта. Сорт считается очень ранний, но я считаю в нашем регионе на очень ранний он не тянет. Сорт ранний. В нашей местности он созреет где-то в середине, а то и в конце августа месяца. Что интересное в этом сорте. Морозустойчивость, есть информация, минус 23 градуса. Я думаю, что такая морозустойчивость гарантирована, а может быть и выше. Потому что кустик посажен в прошлом году. Естественно, в год посадки лоза вызрела, может и слабовато. Под легким укрытием перезимовал он прекрасно. Распустилась каждая почка. Интересно, что почки начали распускаться очень рано по сравнению с нашими сортами. Высокая устойчивость к грибным болезням. По этому году довольно заметно. Потому что в этом году мель поразила практически все наши сорта. Особенно любительской селекции и двукратного опрыскивания даже было маловато. Что еще сказать. Значит, грозди, как вы видите. Может, я думаю, будут где-то до килограмма. Очень крупных, наверное, вряд ли будут, но они и не нужны. Это стандартная прекрасная грозди. Ягоды созреют практически одновременно. Ягода крупная. Я думаю, что где-то до 20 грамм. Характеристики 18 грамм. Я думаю, что это справедливо. Вкус интересный. Никакой другой сорт винограда, который у меня даже не похож на этот вкус. Одни пишут, что вкус тропических фруктов. Честно говоря, я не знаю, что это за вкус. Но вкус какой-то такой фруктовый. В начале созревания, ну, немножко где-то отдаленный привкус изобельных сортов все-таки есть. Но когда сорт созреет полностью, я его не ощущаю изобельного вкуса. Вот. Прекрасный фруктовый вкус. Все, кто пробовал, всем вкус понравился этого сорта. Интересно, что временами даже возле куста ощущается невероятно приятный аромат, который дает ягода. Вот примерно такой аромат, когда виноград цветет. Такой легкий. Вот. Приятный аромат. Кожица. Кожица довольно плотная и жесткая. Поэтому виноград абсолютно не поражается осами. Вот она лазит, оса. Но поражение, чтобы она разгрызла где-то ягоду, я не видел. Хотя годы этот, насчет ос, был катастрофический. Я вел неравную борьбу с осами всеми методами. И, пожалуй, они меня победили. Вот. А здесь, видите, оса-то лазит, но ни одной ягодки нет, которая бы была повреждена осами. По всей видимости, ягода устойчива к растрескиванию. Потому что, хоть и не было у нас таких затяжных дождей. Был там дождик всю ночь моросящий. На некоторых сортах были некоторые, особенно там цицакапрейрашиевы, особенно неустойчив к растрескиванию. Были некоторые ягоды, полопались. Здесь, по всей видимости, вряд ли будет такая проблема, вот, насчет растрескивания. Хороший свойство сорта то, что очень хорошо вызревает лоза. Вот. Это большое преимущество сорта. Вот. Вызрела она практически до конца. Еще есть время. Вот. Поэтому я считаю, что этот сорт в нашей местности, вот, займет свое почетное место. Вот. Сажать его будут, потому что сорт устойчивый, очень устойчивый к болезням. Вот. Сорт достаточно неприхотливый. Вот. Сила роста выше средней. Вот. По этому кустику ему всего год посажен в прошлом году. Вот. И первый урожай уже имеется. Вот. И заметно, что куст... Вкус в нашей местности прекрасно прижился. Вот. И все, что я хотел рассказать вам об этом сорте. Василий Владимирович, вот про ягоду давайте еще. Консенсенсия какая? Мясистая ягода или сочная? Ягода мясистая. Вот. Косточок мало. Одна, может, две от силы. Вот. Единственное, что кожица, на мой взгляд, она несъедаемая. Она очень плотная, жесткая. Вот. Ее приходится выбрасывать при еде. Ну, это не умоляет достоинств сорта. Это наоборот. Вот. Прекрасно, потому что он с такой кожицей не поражается осами. А у меня осы в этом году очень нанесли большой вред винограднику. Хотя и ловушек 100 баночек висит. И в чердаках все облазил, уничтожил места расплода. Но все равно такого количества, ну, было вот пять назад, я помню, тоже очень много. По сравнению с прошлым годом. Вот. Нет даже сравнения. Потому что в прошлом году я даже ловушек не ставил. А в этом году, где они набрались, трудно сказать. Но этот сорт по-сам, не по зубам. А вот еще. Ягоду, если раскусить, так она как мармелад в средине, да? Да. Ну, приятный вкус. Очень приятные ароматы. Вкус гармоничный. Вот. И сахаронакопление, даже для нашей местности, вот, хорошее сахаронакопление. Я смотрел. А если сравнить с другими сортами по сахару, вот, кто еще так накапливает? Тимур, наверное. Ну, Лора накапливает хороший сахар, и Тимур накапливает. В общем, по сахару где-то так, да? Да. Вот, допустим, такие сорта, как Аркадия, да и вот эти сорта тройки Крайнова. Вот. Сахаронакопление там намного ниже. Ну, я не считаю, что большое сахаронакопление, то это преимущество столового сорта. Нет. Избыток сахара для столового сорта – это недостаток. За сладкой ягодой чаще всего гонятся покупатели, которые… Которым попадались сорта винограда, которые не вызревают. Тогда ягода кислая, и вот им всегда хочется, чтобы было сладкое. Хороший вкус тот, пусть он будет и гармоничного кисло-сладкого вкуса, но чтобы ягода созрела полностью. Тогда он и хороший. А люди часто, вот центральная Украина, может и Россия, и более северные регионы, где виноград часто среднего срока созревания и более поздних, они просто не созревают полностью. И людям не нравится, потому что она кислая. Конечно, никому это и не понравится. Значит, надо сажать такие сорта, чтобы они полностью созревали. Вот. А то, что оно очень сладкое, то для взрослых людей это вредно. Потому что у каждого сахар этот на пределе. Вот. Поэтому у меня такое мнение о столовых сортах. А еще, Василий Евгеньевич, назначение вот этого сорта в основном потребление в свежем виде, да? Да. Это для того… Ну, он, наверное, годится и для маринования там. Да, безусловно. Соление. Вот. Ягода довольно плотная. Вот. Прекрасный сорт для консервации. Вот. Потому что я много раньше закрывали, мы в банке. Вот. Здесь чем плотнее мякоть, тем лучше. Вот. С мягкой, жидкой мякотью для консервации сорта не особенно подходят. Вот. Для консервации, вот у меня есть Андрокас. Вот. Он довольно поздний сорт. И для консервации не нужно, чтобы он был очень сладкий. Даже пусть он будет недозревший, кисловатый. Вот. Вот в консервации вкус его лучше, чем абсолютно сладкий, очень сладкий. Самое главное, чтобы была плотная мякоть для консервации. Перспективный сорт для посадки на приусадебном участке, на даче? Мне кажется, что да. Вот. Я думаю, что этот сорт вот будут сажать. Потому что сорт довольно неприхотливый. Вот. Сорт товарный. Вот. Вот. Крупная гроздь. Пусть она и не 2, и не 3 килограмма. Ну, где-то грамм 700 до килограмма. Это нормальный вес гроздей. Вот. Довольно рыхлые у меня получились гроздь. Это тоже преимущество. Потому что вот у меня висят гроздь по 3 килограмма в грах Монте-Кристо. Они настолько плотные, что где-то оса повредила, ягода загнилась. Нужно удалять, нужно выщипывать, иначе пропадет вся гроздь. Вот. Грозди довольно рыхлые. Ну, это ж только первые сигналки. Да у меня же не один куст. Вот. Второй куст тоже похожий. Гроздик. Вот. Видите. Крупная ягода. Цвет. Я за цвет не сказал. Сначала она, ягода, краснеет. Потом она более синего цвета. Вот. Уже хорошо вызревшая. Темного, синего, даже до черного цвета. Некоторые почти черного цвета. О, прекрасная, крупная ростик. Тем более учесть, что это первая, так сказать. Да. Кустик посажен в прошлом году. Вот. И уже можно кое-что о нем сказать. Ну, морозоустойчивость, понятно, это нужно проверять. Вот. Трудно сказать, какая. Но я думаю, что не ниже, чем 23 градуса. Это точно. Потому что в прошлую зиму у нас мороз был 27 градусов. Вот. Укрытие было довольно легкое. Полипропиленовая ткань в один слой. Да и снега было маловато. Ну, немножко я снега добавил на укрытие. Перезимовал прекрасно. Каждая почка проснулась. Хорошо. Спасибо, Василий Евдокимович. Интересный сорт. Думаю, что желающие посадить такие будут. Саженцы же у вас найдутся, наверное, хоть несколько. Да, есть немножко. Саженцы вот так, что ли. Спасибо. 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 Спасибо.